Мур, привет друзья! С вами Зверько и кусочек психологии. Если вас бесит приветственная Мур, попробуйте абстрагироваться от него и понять, что мир гораздо разнообразнее и шире, чем у вас в голове и многие не следуют выдуманными лично вами правилами. Ну а для остальных, кто видео не выключает после приветствия и готов к получению информации, гайд на Джонсона, танка столь популярного, что его даже банят в рейтинге. Скажу честно, я не мейнер танков и мое введение игры может не соответствовать привычкам большинства, но попробуйте сыграть им несколько боев, как описано в гайде, может кому-то понравиться. Я хочу сделать упор на замедление Джонсона, что усилит его инициацию и массовую пользу в бою. Эмблемы. В эмблемах поддержки есть перк на 20 уровне. Когда мы будем наносить урон, наши союзники будут наносить больше урона этой цели. В эмблемах бойца калечащий удар даст замедление от навыков. Или банально в танковой ветке, стойкость, которая отлично дополняет пассивку Джонсона. В особенностях предлагаю брать оцепенение, поскольку это массовое заклинание, поддерживающее инициацию. Быстренько по навыкам. Пассивка. Подушка безопасности. Когда ХП Джонсона падает ниже 30%, он получает энергетический щит на 10 секунд. КД навыка 75 секунд. Размер щита зависит от показателя брони. Некоторые товарищи, несмотря на то, что играют против одного или двух магов, собирают аж по две шипованные брони, которые магического сопротивления не дают. Вот так они ездят весело и дохнут быстро от заклинаний. С другой стороны, если противник сплоховал и у них нет магических дамагеров, можно обвешаться и такой броней. Первый навык. Смертоносные клешни. Джонсон бросает ключ, нанося урон всем на пути полета и оглушает цель в месте прилета ключа. Имбовый навык. Даже с уменьшением скорости полета от него хрен увернешься. Второй навык. Электромагнитные лучи. Джонсон наносит постоянный урон щитом перед собой после активации. Урон массовый и вы можете продолжать бегать, атаковать с руки и кидать ключ. Отличный навык. Распространенные ошибки новичков. Включить и пытаться джойстиком управления попасть по противнику. Не надо так. Нажмите атаку и Джонсон сам повернется к противнику. Ульта. То, за что любят Джонсона. Быстрый тачдаун. Пассивная часть. Плюс 10 процентов к броне за уровень. Активная часть. Джонсон трансформируется в такси на одного человека. Первое нажатие трансформации. Второе досрочный старт и третье остановка. Нас интересует последнее. Если вы врезаетесь в противника, тот получает стан на 1 секунду и 750 урона. Земля в пределах остановки намагничивается. И цели в этой области получат на полсекунды стан и урон от взрыва в 300. Также намагничивание наносит урон. Навык начинает свое КД сразу после активации. Так что вы пока катаетесь можете успеть перезарядить ульту. Не обязательно всегда въезжать в противник. Можете нажать остановку и напасть в нужный момент. Итого у нас по сути три навыка действующих на группу. Это мы используем в сборке. Чтобы научиться хорошо ездить используйте только пользовательский режим с ботами. Не мучайте союзников. Выбираем цель на карте и едем по лесу. Привыкайте кататься не по прямой. Все профессионалы могут спокойно доехать откуда угодно и куда угодно не по прямой, а проверяя бафы и кусты. Так мы переходим постепенно к тактике. Плох тот Джонсон, который забивает на прикрытие союзников и играет он линициацию. То есть прыгает на базу, а потом пытается в кого-то въехать с грузом на борту или без. Надо полностью оценивать ситуацию. Когда надо защищать, а когда нужно атаковать. Не бойтесь использовать ульту в упор. Пусть в крайнем случае, помните, проигрывая бой, вы можете уехать, захватив союзника. Необязательно кормить противника. Хороший Джонсон одним глазом смотрит на карту, другим на дорогу. Еще одна распространенная ошибка начинающих танководов на Джонсоне хилость игроки. Они, забыв про товарищей с уроном, в массовом бою влетают во вражеский бэклайн к адека и магам. И атакуют этих людей. Впрочем, не очень успешно, поскольку атаки-то немного, а в это время за их спиной танк плюс один или два других персонажа по очереди режут стрелков и магов, которые остались без прикрытия танка. Вражеский танк контролит навыками дамагеров. Союзный танк весело бегая дохнет от выстрелов и заклинаний. Если вы въехали в кучу противника, так сосредоточьте внимание на тех целях, кого могут атаковать ваши дамагеры, а не просто, куда вас кнопка атаки повела. Связок с инициацией Джонсона много, их я рассказывать не буду. Единственная особенность, если есть в команде Ангела. Инициация цели может происходить втроем. Ангела вселяется в Джонсона, который везет груз к намеченной цели. И оп, ганг-бант в три человека на одном месте. Очень неприятно встретить такое на своем бафе в соло. Сборка. Напоминаю каждый раз. Танки – это персонажи, которые требуют от вас понимания, против кого вы играете. Если у противника больше магу урона, собирайтесь в сопротивление магии. Если же физического урона, то в броню. Моя сборка, как всегда, несколько необычна. Жаль на видео старые предметы и пришлось пересобирать. Смотрим. Сапоги воина дают броню. Господство льда даст броню, 15% КД, а также замедление бега противника на 5% и скорости атаки на 30% в области действия. Ваше присутствие будет ослаблять противника. Жезл снежной королевы. Если вы уже подавляете противника, это усугубит положение врага. Бег противника замедляется на 15% за магический урон. Стакается до двух раз. Да еще массово. Крылья королевы апокалипсиса. Многие расстроены, что у крыльев появилась КД пассивки. Но, ребят, не все коту масленица. Тут КД 50 секунд. Ворожденные пассивки Джонсона 75 секунд. Но крылья сильно помогают в критических ситуациях. Щит Афины. Увеличит щиты и защиту от магов. Пришествие демона. Не понимаю, зачем некоторые покупают его первым предметом. Действие такое, если переводить нормально. Когда вас атакуют способностями, противник получает ослабление в 6%. Нужно быть живучим, чтобы реализовать действия этой пассивки. Опять же, действует на группу противников. Итак, у нас есть три предмета, которые действуют в полную мощь в массовом файте. Попробуйте поиграть этой сборкой. Не думаю, что опытные Джонаезды услышали что-то новое для себя. Но гайды-то пишутся для массовой аудитории. И да, если ваша сборка не совпадает с моей, это логично. На этом все. Подписывайтесь, делитесь видео, ставьте лапки и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok